Всем привет! Это Новокузнецк, Технохаус. В этой серии мы расскажем, как мы установили выхлопные трубы, как мы изготовили фильтра нулевого сопротивления, потому что другие фильтры здесь поставить не получается, так как места у нас нет. Но нулевого сопротивления ему хватит. Это не издавая мотоцикл, это парадный проект. Потом покажем, как мы сделали подножку и покажем программу, в которой мы настраиваем двигатель. Ребята, для понимающих людей снимем звук двигателя. Бархатный звук нижнеклапанного оппозита. Вот обороты начинают падать. Уже где-то 930. Сейчас упадут до 850. И это и будут его полостые обороты. Но 60 градусов. Это будет вот здесь, где стоит датчик на впуске. Сейчас я покажу. А, вот здесь уже показывает 92. 90. А датчик у нас показывает 60. То есть он ближе на впуске. Здесь у нас уже получается 119 градусов. Головка 78. Следующая сторона. 138. И 77 головка. Так. Головка 77. 77,5. Здесь 79,5. Разница 2 градуса. Здесь 88. Температура на впуске. На выпуске 142. Здесь 139 на выпуске. На впуске 86. То есть примерно параметры на обоих цилиндрах одинаковые. Расхождение 2-3 градуса. Это немного. Это за счет того, что мы подвели масло. Вот этот штуцер. Подвели масло по картеру в этот цилиндр. Поэтому сейчас у них температурный режим. Примерно одинаковый. Греются они ровно. Вот они, обещанные 850 оборотов. Ну, вот так работает двигатель. Настроить инжектор на этом мотоцикле нам помог Артемий из Белоруссии. Это разработчик этой программы. Это программист, который сделал это все, создал. И вот это чудо, которое стоит здесь. Вот инжекторы. Комплект, кит набор инжекторов. Это создает Артемий из Белоруссии. И вот, если вы устанавливаете такой кит набор, он вам поможет либо по удаленке настроить так, как он сделал, допустим, с этим мотоциклом. Мы удаленно связались по телефону. Он подключился к моему компьютеру и выставил углы зажигания по стробоскопу. То есть я стоял с стробоскопом, а Артемий выставлял углы у себя на компьютере в Белоруссии. И по удаленке мы настроили топливную карту правого и левого цилиндра. Отстроили лямбда-зонты, холостые обороты, углы зажигания. В общем, прелесть. Спасибо большое человеку. Ну, наконец-то. Нарезали нам на лазере кронштейны. Сейчас мы их попробуем посмотреть. Это кронштейны. Ну, я сделал два комплекта. Это кронштейны на крепление труб к грамме. Это крепление пулемета. Это турель. Вторая ответная часть для туреля. Ну, ее выгнем. Это кронштейны для туреля. Тоже два комплекта, кстати. А это два комплекта крепления правой и левой трубы. Будут они примерно. Болты не все поменяем. Поставим своих. Вытащим специальные болты. Эти кронштейны. Ну, да. Ну, примерно вот так будет вешаться у нас трубы на этих кронштейнах. Вот так. Всем привет. Опять Новокузнецк. Опять наш технохаус. Не стал собирать, показать, что вопросов не было. Как делаются фильтры на мотоцикл нулевого сопротивления. Сюда простые фильтры не поставятся. Придется ставить китайские фильтры. Этот элемент у них у китайских, не у китайских. У всех одинаковый. Поэтому верха эти и низы отрываем. Точим такие из Д-16. Они еще выточены на черновую. Это я заказываю черновые работы. Потом я прохожу чистенькие. Чистенькие резцом своим. Ну, это вот оторванная часть. Герметиком мажется. Оконным для вклейки стекол. Сначала праймером. И все здесь вклеивается. И делаются фильтры. Можно делать любые. Для любых двигателей, для любых карбюраторов. Потом маслом их помазали. И становятся они, в принципе, как родные. Масло на длину любяков. Мажете и ставите. Потому что родной фильтр вы можете не найти под свой карбюратор или под свой инжектор. Поэтому приходится изготавливать свои фильтры. Выхлопная система. Эта сторона уже собрана. Уже жестко. Проварена. Все аргоном. Чистить ничего не будем. Потому как варено все нержавейкой. Пришли кронштейны с лазера. Трубы прямоточные. С набивкой. Ну и нержавеющая выхлопная система. С этой стороны у нас все. Тут кронштейн. Тоже приварен. Закладная сделана из нержавейки. Ну и, в общем-то, вот. Эта сторона готова. С этой стороны трубы. Вот они, прямоточные трубы. Здесь кронштейн вырезан на лазере. И закладная выточена втулка для варки этого глушителя. В нержавеющую нашу выхлопную систему. Все. Вот мы ее вставляем. Крепим ее на задней свече. Здесь обвариваем. И тот кронштейн на подножке тоже приваривается. Все это собирается. И вот будет готова вторая сторона. В принципе, как мы закончим все это дело, будем регулировать топливную карту. Ну и пришли полиуретановые кольца. Я их закрепил изолентой, чтобы можно было корыто одеть. Ну а корыто уже покрашено. Ждет, пока я трубу сделаю. И все. И останется нам только крыло. Вот такими вещами, такими штучками кронштейны. Эти сделаны из прутка 6 мм нержавеющей. Здесь термоусадка одета для уплотнения. Этими прутками мы будем подтягивать фильтры, которые практически сами сделали. Вот сюда, через капроновую синтетическую поставку. Вот так мы будем ставить фильтр. Они подтянутся. Капроны уплотняются. Они вставляются плотно. Вставили тягу. Потом поставили уплотнительное кольцо. Теперь одели. Потом одеваем такую резиновую уплотнительную шайбу. Потом металлическую шайбу. И вот такой барашек затягиваем. Это все. Потом тягу заднего хода мы выгнем. Здесь выгнем как надо. Все, и она будет работать. Все. Эту сторону собираем. Вторую часть надеваем. Капроновый переходник. Этот фильтр у нас с датчиком температуры. Датчик температуры у нас только на одном дроссельном узле. Все. С фильтрами у нас вопрос закрыт. Фильтры уже пропитаны маслом. Подключаем проводку. Здесь мы ложим все жгуты эти в кучу. Ну вот в принципе фильтры все готовы. Решили из верхнего крыла сделать нижнее. Привалили кронштейны к перьям. Тяги на эти же места приварены. Ну в общем вот так. Единственное крыло, когда оно верхнее, то оно маленько с запасом делается. Оно делается лопухом. Чтоб хоть маленько закрывало. Поэтому, когда мы его опустили вниз, оно было вот такое. Пришлось его немного обрезать. На этом мотоцикле другого крыла не видим. Поэтому будет такое. Сейчас покрасим, поправим. Маленько коренькое, старое, но целое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин